Акционерное общество ВИТО отметило 80-летний юбилей. Окружная заготовительная контора «Маслопрома» была создана 9 апреля 1939 года решением Президиума Окрсполкома Ненецкого национального округа. С этой даты молочная промышленность округа начала свой путь. Этапы развития предприятия, которое за 80 лет проделало путь от заготконторы до маслозавода, а затем до современного производства, вспомнили на торжественном вечере. Галина Михеева всю жизнь посвятила работе в акционерном обществе ВИТО. В 1964 году после окончания Вильского училища стала работать лаборантом, затем мастером. А уже после окончания Московского механико-технологического техникума получила должность начальника производства. Работа была тяжелая, а что у нас с маминами у нас? Работа была тяжелая, фляги таскали, и лед долбили, и уголь. Работали, как говорится, с требованием времени. Какое было время, так и работали. Сейчас мы очень рады, что облегчены условия труда, более всего оккультурилось. Мы только этому рады. Практически мы строили историю предприятия. Она через нас вся прошла. Молодые девушки приезжали с разных уголков нашей необъятной родины. Так и Нина Поздеева. Родилась и училась в Коноше. Позже окончила Вильское училище и уже в 1957 году переехала в Наринмар. Работали, работали. Я-то еще приехала, работали. То мы еще вручную, на сепараторных. Ой-ой-ой. Крутили сепаратор. Работаем, работаем. Молоко обрабатываем. Время 4 часа утра. Доярки идут. Коров дает, а мы еще на работе. Акционерное общество «ВИТО» начиналось с маслопрома. А уже после войны получило большое развитие молочной промышленности. Стали появляться новые технологии. Молодые девушки направлялись на учебу в фабрично-заводское училище и возвращались на Наринмар уже с богатым запасом знаний. Сегодня замечательные события в Ненецком автономном округе. Мы участвуем ветеранов, тружеников, акционерное общество «ВИТО». В 1939 году было организовано это предприятие. Предприятие пережило много перемен. 1939 год – это довоенный период, потом военный период. Работа не из легких в условиях заполярья – это очень тяжело. И эта работа тяжелая, выпала на хрупкие плечи женщину. На торжественном мероприятии, посвященном юбилею «ВИТО», собрались ветераны труда. Все, кто стояли у истоков создания предприятия. В их адрес со словами благодарности выступили представители власти. Пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, благополучия. Выразить признательность и слова глубокого уважения за ваш многолетний добросовестный труд в сфере развития перерабатывающей промышленности, благодаря которому мы сейчас можем, каждый житель округа, видеть на прилавках эту замечательную продукцию. Я сам ее лично покупаю и предпочитаю другим производителям. Вкусная, полезная и, главное, натуральная. Спасибо вам. Ветеранов труда акционерного общества «ВИТО» нагрозили почетными грамотами и благодарственными письмами. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...